Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня в студии для вас работают Павел Мехов и Дарья Царанок. Друзья, 18 сентября, понедельник, и нужно начинать эту рабочую неделю правильно. И вы уже сделали правильно, что включили телеканал Актиз. Все верно, с Пашей согласна. Присоединяйтесь к нам, и легкого вам понедельника. Пробежимся по праздникам. Сегодня Всемирный день мониторинга воды. Ежегодно, 18 сентября, начиная с 2003 года, отмечается Всемирный день мониторинга воды. Или Всемирный день мониторинга качества воды. Этот экологический праздник, учрежденный по инициативе американского фонда «Чистый воды», с настоящему времени стал информационно-образовательной программой, направленной на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участия в защите от загрязнения. Мне кажется, нам, жителям Иркутской области, нашего региона, очень сильно повезло с водой. Безусловно. Но это не повод того, чтобы продолжать ее загрязнять. Она, к сожалению, загрязняется. О, Великий Байкал, да, мы все тобой восхищаемся. И, конечно, призываем людей минимально повреждать его, вредить природе и себе. Да, подходите к этому более ответственно. А также сегодня Международный день электронной книги. Даша, пользовалась ли ты электронной книгой, читала? И насколько тебе непривычно, да? Да, да. Я уже жестикулирую, машу головой, читала. Я думаю, многие из вас пробовали читать. Но все-таки вот книга, которая у тебя в руках гораздо приятнее, гораздо комфортнее. Даже само ощущение закрыть, открыть, положить закладку. Все это как-то более близко, чем электронная. Ну и плюс глаза, зрение. Это, конечно, тоже немаловажно. Шелест страниц, да, вот этот запах книги. Особенно если она какая-нибудь старенькая. Старая или новая даже, да, наоборот. Тут отличается запах, оба приятные. Так, также сегодня День секретаря в России. Обязательно вернемся к этой теме, потому что у нас в гостях будет настоящий профессионал своего дела. Расскажет нам какие-то секреты, поделится опытом. В общем, поговорим с ним обязательно чуть позже. Да, не переключайтесь, пожалуйста. Также сегодня День уважения. Уважайте всех, своих ближних, обязательно всех, кто вас окружает. День первой любви. Вот этот праздник мне очень нравится. Да, я думаю, что многие, у кого она была все-таки, а у меня она, например, тебе интересно? Да, я тебе расскажу. Она была в детском саду. Я до сих пор знаю, Павел, кстати, зовут парня, мальчика на тот момент. Знаю, где он живет, как у него дела. И она действительно была любовью. Но сейчас я понимаю, что детской, но на тот момент это были чувства. Весь садик нас женил, родители покупали подарки, мама его купила мне кольцо, он преподнесся. Все прямо было серьезно. Ты помнишь? Я тоже подготовил для тебя историю, это тоже было в детском садике. Окей, мою первую любовь звали Таня Васильева. Вот, это была голубоглазая блондиночка. Вот такая прям хорошенькая-хорошенькая. Но она была взаимная любовь к тебе? А я уже не помню. Наверное, да. Это было уже под конец садика. Ну, в общем, вот тогда возникают первые чувства. Ну, конечно, есть такие люди, у кого первая любовь возникает только в школе, либо вообще в университете. Но в любом случае она есть, и это такое чувство классное. Давайте воспитывать детей так, чтобы у них она возникла, и чтобы они ценили это, и пронесли вот этого чувства. Через всю жизнь. Да, через всю жизнь с достоинством. День чизбургера в России. Отмечаешь ли ты этот праздник? Походу надо, да? Походу надо сегодня. Сегодня купить чизбургер и скушать его с удовольствием. На самом деле, вот тебе что больше нравится? Гамбургер, чизбургер? Чем они отличаются? Вдруг кто-то не знает. Двойной чиз. В гамбургере нет сыра. Все верно. В чизбургере он есть. А также все по-прежнему. Котлета, овощи, соус, да, зелень. Только чизбургер отличается именно с сыром. Две мясные котлеты, гриль, специальный соус, сыр, огурцы, салат и лук. Все на булочке с кунжутом, да? И это про чизбургер. Все, давайте заканчивать про еду, потому что я не завтракаю, да, и мне прямо тяжеловато. Перейдем к персоне дня. 18 сентября в 1905 году родилась шведская киноактриса Грета Горбо. А в 1918 году родился советский летчик, герой Советского Союза Виктор Талалихин. Из современников свой день рождения отмечает известный комик, юморист и пародист, заслуженный артист России Карен Аванисен. Да, и Ольга Семина, российская актриса театра и кино, получает поздравления от коллег по творческому цеху. Ее мы знаем по ролям в таких сериалах, как «Бедная Настя», «Врачебная тайна» и «Круиз». Конечно же, уважаемые, дорогие, именинники, кто сегодня также отмечает свой день рождения, мы передаем им большой привет, хорошее настроение отправляем вам, много улыбок и пусть все желания сбываются, все-все заветные. Поздравляем вас. Ну что ж, мы переходим к самой интересной и долгожданной рубрике «Гость в студии». И сегодня у нас в гостях Ирина Мигалкина, секретарь. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Мы искренне вас хотим поздравить с профессиональным праздником. Сегодня день секретаря. Ура, ура, ура. Поздравляем. Спасибо. И первый вопрос. Как, конечно же, вы пришли в эту профессию? Ну, даже не знаю, как. Просто пришла. Ну, вы отучились? У вас какое-то образование? Нет, у меня нет специального образования. С секретарством вообще ничего не связано. Ну, я училась в колледже педагогическом, потом предложили остаться на работе, то есть работа была на компьютере, мне понравилось, естественно. И дальше я стала искать работу примерно такую же. Ну, поскольку образование, как бы я не пошла в педагогику, я искала что-то типа секретаря. Ну, и в итоге я всю жизнь работаю секретарем. А сколько лет в профессии в этой? Вообще я с 2000 года работаю. С 2000? 23 года. Ничего себе! Как много, кажется, да? Надо у меня заучивать. Нет, нет, все нормально. Хороший стаж. Хороший стаж. Да, и расскажите, в чем, наверное, в любой профессии есть сложности, да, возникают? Ну, конечно. Возникают ли сложности в вашей? Ну, думаю, основная сложность – это подстроиться под руководителя. Директора все разные, как бы у всех свои запросы и характеры, то есть нужно уметь подстраиваться. А все остальное – это бумажная работа, все это просто, это все просто. Ну, вот смотрите, да, как вы сказали, вы непосредственно работаете с руководителем, вы его помощник, вы его правая рука. Или все-таки жилетка, как в простонародье говорится, куда он может поплакаться, где он может вылить свои эмоции, куда, не знаю, в общем, как это происходит? Ну, конечно, я работала с разными директорами, но с жилеткой я никому не работала, директора, как правило, плакаться, я думаю, секретарию не будут, я не знаю, есть ли только какие-то личные отношения. Как правило, директора эмоции свои так не показывают. Держат при себе. Да, как правило, в основном ты помощник во всем. А вообще самой, вот так вот, положа руку на сердце, хотелось стать руководителем? Ну, как бы я представляла, но я думаю, что я не потяну управлять людьми. Это ответственность и управление именно, да? Да, это надо иметь другой склад характера. С этим я соглашусь, потому что очень сложно на самом деле быть, многие хотят, знаете, есть такая шутка, я руководитель, я рукой вожу, да? Ну, то есть, действительно, это очень сложно в нашей жизни. Я хочу дополнить, что, да, руководителям сложно, потому что нужно проявлять стойкость характера, да, где-то быть жестким, но вот секретарем, я полагаю, что быть-то, наверное, тоже абсолютно непросто. Ответственно очень. Потому что это нужно быть тонким психологом, да, находить подход к разным, вот вы говорите, мы работали со многими людьми, со многими руководителями, и все они разные, и со всеми нужно как-то найти общий язык. Да, 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 конечно. Ну, образования у меня, конечно, нет, самоучка, все, что с секретарством связано, я сама изучала, читала. А знаете, сколько в жизни таких людей, кто выучился, точнее, работает, выучился на одно, да, проучил образование, работает в другой сфере, самоучка, да. По идее, вот как бы и в этом-то особо сложности нет, у вас опыт большой, вот что ценно в нашей жизни сейчас. Да, я полагаюсь на свой опыт. Расскажите, что считаете самым главным в своем деле? Вот, к примеру, какой совет начинающим секретарям вы можете дать? Да, вот так. Вот так, да. Молодым девушкам, которые только пришли в эту сферу деятельности. Ну, наверняка, как бы, будут сначала какая-то критика, замечания, надо воспринимать спокойно, адекватно, реагировать, все это принимать к сведению. И, то есть, если вы не сможете, ну, если вы слишком болезненно все это воспринимаете, вам сложно будет работать с секретарем, потому что у всех руководителей всегда свои требования какие-то. То есть нужно будет прямо к... А все, что вот документы, компьютер, это все, как бы, дело наживное, можно самому научиться этому всему. Мы хотим поздравить всех секретарей, кто сегодня отмечает свой праздник. Ну, исходя из разговора с Ириной, пожелать вам терпения, понимания своих руководителей и, конечно, исполнения требований профессионально, качественно. В общем, мы желаем вам профессионализма и роста в вашей профессии. Ирина, вам спасибо большое, что вы приехали сегодня к нам этим утром. Мы желаем вам отличного настроения, отличного дня. И еще раз, да, хотим поздравить. Да, конечно же, хотим поздравить вас и пожелать вам успехов тоже в вашей профессии. Спасибо большое. В эфире программа «Новый день». Сегодня с вами работает Павел Мехов и Дарья Царанок. Паша, мы пишем, что загрустил. Да я не загрустил. Просто понедельник, и рабочая неделя только началась. Сложный понедельник. Давай не будем придерживаться стереотипов, и все-таки с легкостью будем встречать новую неделю. Пусть она будет полна позитива, радости, хорошего настроения, чего желаем мы и вам. Ну а нам, наверное, надо подзарядиться. Ну тебе особенно. Ну да, вот если я не полон сил, просто что делать с такой рабочей неделей? Подзарядиться позитивной энергией, конечно же, и вдохновиться. Поможет нам в этом вопросе ведущая рубрики «Познай себя» Наталья Голикова. Давайте посмотрим. Одежда ведущей предоставлена магазином итальянской моды «Медуза». Я приветствую тех, кто уже проснулся. С вами Наталья Голикова и рубрика «Познай себя». Сегодня я предлагаю начать наш день с благодарности. Проснувшись, вспомните и скажите спасибо тем, кто живет вместе с вами. В одной квартире, в одном подъезде, в одном доме или на одной улице. Поблагодарите тех, кто довозит вас до работы или до учебы. Скажите спасибо тем, кто пока вы спите, шьет вашу одежду или обувь, готовит для вас продукты или полуфабрикаты. Поблагодарите тех, кто заботится о вас, кто делает для вас что-то полезное и нужное. Благодарность к себе и благодарность к людям и к миру – это проявление себя в социуме. И когда вы благодарите, вы запускаете в мир огромную энергию. Эта энергия помогает и вам, и другим людям быть счастливее, быть радостнее, быть довольнее. Скажите им спасибо. Но знаете, есть еще одна категория людей, которым тоже можно и нужно сказать спасибо. И давайте сделаем это стихами Натальи Дроздовой. Вероятно, вы это стихотворение уже слышали в исполнении Валентина Гавта. Спасибо тем, кто нам мешает, кто нам намеренно вредит, кто наши планы нарушает и нас обидеть норовит. О, если бы эти люди могли бы знать, какую роль они играют в наших судьбах, нам причиняя эту боль. Душа, не знавшая потери, душа, не знавшая обид, чем счастье будет в жизни мерить, прощение и радость, с чем сравнит. А как мудрить и развиваться без этих добрых, злых людей? Из ими созданных препятствий возникнет тысяча идей, наполненных добром и светом. И повторю я им сто раз спасибо вам за все за это. Ну что бы мы делали без вас? И в завершение нашей программы хочу вам сказать по поводу людей, которым мы сказали спасибо именно в стихотворении. Потому что люди, которые причиняют нам препятствия, они нас стимулируют на идеи, на вдохновение, на реализацию. Они создают нам те препятствия, которые мы учимся преодолевать. Мы работаем со своим страхом, и мы идем вперед, мы растем, и мы становимся лучше, краше и интереснее. Я желаю вам использовать ту благодарность, ее энергию в целях, которые для вас важны и которые вам нужны. С вами была Наталья Голикова, ведущая рубрики «Познай себя». Друзья, напомним, что сегодня понедельник, 18 сентября. И если вдруг вам сложно до сих пор проснуться этим утром, то вот вам пара советов. С чего можно начать свой день, как только вы встали с кровати? Ну, во-первых, можно немножечко сделать зарядку. Потому что спим мы зачастую в неудобных позах, тело затекает. И просто потянуться маленечко. Размяв его, мы разминаем мышцы, к ним приходит больше кислорода. Но ты имеешь в виду разминку как в постели или в зарядку? Нет, уже прям встали. Как только встали с кровати, да, легкая разминочка. Потом сразу же можно пойти умыться прохладненькой водой. Но вообще говорят, что лучше делать это теплой. Потому что так организм меньше стрессует и легче просыпается. Ну и, конечно же, мой личный рецепт – это чашечка кофе. А как ты все-таки делаешь? Это ты сказал как надо. А как происходит это у тебя? Ну, в целом практически так и происходит. Да. То есть я всегда, когда стою, мне прям надо потянуться. Потому что я чувствую, что у меня все застоялось. И я как будто бы не спала. Я не знаю, что делать. Поэтому с этого я прям начинаю. И мне помогает. Если сделать поэтапно все эти пункты, то в целом пробуждение легкое, настроение отличное. И день проходит на ура. Я себя ругаю к тому, что не могу приучить себя к зарядке. Вообще слышала такое мнение, что лучше просыпаться до будильника. Что, в принципе, я и делаю. То есть настолько уже организм в ритме, что будильник у меня стоит на пол седьмого, а глаза открываются в 6 утра. Стабильно каждый день. Так вот, и детей тоже своих в школу, в садик, неважно, рекомендуется будить без будильника, если вдруг так аккуратненько. А лучше приучать как-то пытаться, чтобы они вставали сами. Это такой лайфхак от меня. Даже по себе, судя, настроение немножко другое, нежели когда ты вздрагиваешь от будильника, который особенно орет громко. Но у меня он всегда тихо. Лучше, конечно, приучать себя просыпаться самим. Ну, а самый лучший лайфхак – просыпаться с хорошим настроением. Где бы вы ни уснули, как бы ни прошла ночь, проснуться надо. Улыбнуться самому себе в зеркало. И тогда будет... И мир крашей, и день левчик. Ну, а чтобы вам проще было просыпаться с позитивной улыбкой, для вас есть мы на телеканале Актиз «Новый день». Дарья Царанок. Павел Мехов. Были рады сегодня работать для вас. Пока. Новый день. Подарить тебе мне теплый след в душе твоей. Новый день. Пришел, открывай скорее. Гороскоп на 18 сентября. Овен. Воплощайте свои замыслы в материальные формы. День благоприятен для рукоделия, творчества и наведения порядка. Телец. Вас будет переполнять энергия. Направьте ее в правильное русло. Займитесь осуществлением своих планов. Близнецы. День наполнится динамичными ситуациями, в которых придется искать решения, ответы, договариваться и выполнять просьбы своего окружения. Рак. Ваши верные спутники, вера в силы и оптимизм. Вы смело смотрите будущее, и перед вами открываются новые горизонты. Лев. Воспользуйтесь прошлым опытом, чтобы выяснить, что делать дальше. Вы сумеете извлечь полезные для себя уроки даже из чужих ошибок. Дев. Убедитесь, что готовы к битве. Даже если не предвидится никаких серьезных споров, ваш настрой определить течение событий на целую неделю или даже месяц. Весы. Ограничений для деятельности нет. Следует совмещать рабочие и домашние интересы, держать под контролем здоровье и безопасность близких. Скорпион. Кто-то поделится с вами весьма ценной информацией, которая поможет разобраться с возникшими трудностями. Стрелец. Подходящий момент для того, чтобы активно взяться за свое здоровье, расширить обычный комплекс упражнений, упорядочить свой рацион. Козерог. Вероятно, вы взглянете на свои проблемы под новым углом, и внезапно все перестанет казаться таким уж безнадежным. Водолик. Вам нужно проявить дальновидность. При необходимости следует сделать запасы, обсудить с близкими домашние дела, раздать поручения. Рыба. Вы будете более экспрессивны, чем обычно, и легче донесете свои мысли до окружающих. Найдите новый способ пропагандирования своей идеи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова